Что это? Количество небоскребов, фак! Сюрприз, это я! И еще немного о современном искусстве. Посмотрите на это. Что это? Это куча мусора. Наверняка где-то здесь должно быть написано, что это. Но есть кое-что еще тут, но это. Это скелет, который целует свое отражение. Такая вариация современная на тему нарцисса. Кстати, а я там отражаюсь? Я там отражаюсь. Это я. Слава, слава, слава. Знаете, почему эта штука здесь установлена, этот скелет и все остальное? Потому что это не что иное, как музей современного искусства Лос-Анджелеса. Та-та! Но, по всей видимости, он закрыт или что? Да, он закрыт по средам и вторникам. А сегодня как раз среда, но в другой раз. Количество небоскребов вокруг увеличивается очень быстро, плотность. появление парней в рубашках, брюках и костюмах тоже. что вообще мне хочется жарить, потому что вышло солнце и я не представляю, как адски жарко этим ребятам, наверное, во всей этой одежде. Ну, что делать? Приходится, наверное, вот так одеваться. К примеру, вот так вот, посмотрите, вот парень в коричневой рубашке и черных брюках. Fuck! Так, ребята, смотри, какие есть одинаковые. Клоны. Просто клоны. О, кстати, еще один небоскреб. Хотите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-т. Та-дам! Желтые такси, кстати, как некий элемент Нью-Йорка. Я понимаю, что такси желтые могут быть везде, даже в Москве. Но мне кажется, как-то очень все равно по-нью-йоркски желтые такси. Окей, еще один небоскреб. На самом деле небоскребы не красивые. Они вполне обычные, просто квадратные, параллелепипедные установки. Курсическая еда, такая уличная, тоже очень, например, в Нью-Йорке. Кроме, наверное, одного исключения, что все очень чисто. То есть даже в этих ларочках, где продают эту еду, все очень как-то чисто выглядит. И еще один. Вот этот нажминается, если я знаю, этот, мне кажется, психологичный. Понятно, что тоже стеклой бетон, но... Зарова. Я не полагаю, что это, типа, торговая зона какой-то тоже. Я, конечно, не хочу убедить этих ребят, но, правда, они, так сказать, одинаково выглядят. Ну, буквально одинаково. Синие рубашки и какие-нибудь кремовые брюки. Зачем так? Зачем так? Кстати, good news, everyone, солнце так и не вышло из-за тучи, поэтому мне очень комфортно. И даже теперь, мне кажется, что и ребятам в синих рубашках и черных блюдах тоже комфортно. Потому что здесь, я уже в который раз говорю про климат, но он, правда, здесь здоровский. То есть вот сейчас я иду, и очень прохладный ветерок всегда есть. А от того, что сейчас нет солнца, становится еще прохладнее. Поэтому прям в плане климата Калифорния круто. Я потом расскажу, да, я бы часто расскажу, пока иду. В общем, тут поговорил с одним из работников, кто работает в кампусе. Его зовут Мэтт, и он рассказал про климат. Я спрашивал, как у них зимой и так далее. И он сказал, что зимой у них примерно так же. То есть так же может быть солнце светить. Это, как бы он сказал, для меня, говорит, это холодно. Но сказал, говорит, для тебя, для тебя, для Димы, это не очень, наверное, холодно, потому что из России, там, бла-бла-бла. И он сказал, что у них не бывает снега здесь, только в горах. Для тех, кто не знал, кстати, здесь такая штука интересная с Калифорнией, что у них можно подняться даже сейчас в горы выйти, и там будет снег, и там можно покататься на доске или еще что-то такое. Кстати, посмотрите на это. Это карта мира, в которой Америка отдельно от Южной Америки. И это, что это, Австралия? А это... А это Евразия, то есть здесь с точки Европы. И эта штука втыкается прямо куда-то в Россию, не знаю, по всей видимости, в Сибирь практически. А там наверху есть Африка, и все это вместе собирает все эти трубы вот такой вот человек, который находится в Северной Америке. Ну, что сказать, вполне себе правдивая картина. В одном из видео про Нью-Йорк я показывал такие черные две башни, два небоскреба черных и... Сюрприз! В Лос-Анджелесе тоже есть два этих небоскреба угольных. Мне кажется, они классные. Их ты игра в них, как в фильмах, можно, знаете, из одного небоскреба с крыши перепрыгивать на другой по веревке, как, не знаю, в Темном Рыцаре или еще где-нибудь. Но вот это уже больше похоже на... то, наверное, в Америке, то есть на Нью-Йоркскую такую Америку, но... Просто смотрите вокруг и сравнивайте. Слушайте, мне кажется, или это здание как-то похоже... Ну, вы понимаете, да, в общем? Хм... 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 Хм...